В расследовании крушения малазийского Боинга появилась еще одна версия. Как выясняется, в день трагедии проходили учения противовоздушных сил Украины. В тренировке был задействован и ракетный комплекс БУК. Военные специалисты не исключают трагической ошибки. Тем временем эксперты ОБСЕ уже изучили обломки лайнера в районе катастрофы и сделали свои первые выводы. С подробностями Дмитрий Кочетков. По повреждениям обшивки упавшего Боинга можно установить, из какого оружия сбили малазийский лайнер. С важным заявлением выступил представитель ОБСЕ на Украине. Эксперты этой организации сейчас работают на месте катастрофы. Пожалуй, даже дилетанту очевидно, что пулевые отверстия были почти как те, что остаются после попадания из пулемета. И если дальше размышлять в этом духе, то таких повреждений на металле мы не видели где-либо еще. Здесь важно отметить, что современные боевые самолеты не вооружены пулеметами. Видимо, представитель ОБСЕ имел в виду автоматическую пушку. Украинский Су-25, который, по данным российского Миноборона, был замечен рядом с Боингом, как раз оснащен встроенной двуствольной 30-мм пушкой. Бойкомплект 250 снарядов. Скорострельность авиационной пушки порядка 4000 выстрелов в минуту. То есть в секунду выходит порядка 80-100 снарядов. Вал огня. То есть летчик, попытавшись нажать, грубо говоря, полсекунды, это уже 50 снарядов вылетит за полсекунды. Другой версией специалисты называют попадание ракеты класса «Земля-воздух» зенитного комплекса «Бук». Это могло произойти во время учений ПВО Украины. Как сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на источник в украинских силовых структурах, 156-й зенитно-ракетный полк отрабатывал условное уничтожение целей ракеты комплекса «Бук-М-1». Но по трагической случайности произошел реальный пуск. В этот момент совпали маршруты полетов пассажирского лайнера и участвующего в учении украинского Су-25. Пролить свет на причины катастрофы могли бы переговоры диспетчеров с лайнером. Но они до сих пор почему-то не обнародованы Киевом. Российские авиационные власти сформулировали 28 вопросов украинской стороне, которые они планируют передать в комиссию по расследованию авиакатастрофы малазийского «Боинга». Как считают в Росавиации, необходимо изучить записи переговоров на командодиспетчерском пункте, управлявшем воздушным движением. Также стоит запросить записи радиообмена диспетчера с другими пунктами управления и силами ПВО Украины. Необходима информация обо всех радиолокационных станциях в районе катастрофы. Если предположить, что вооруженные силы Украины знали о возможности применения боевых средств поражения гражданских воздушных судов на больших высотах с использованием системы «Бук», они должны были зафиксировать работу соответствующих радиолокационных станций. Как это было сделано российскими вооруженными силами, соответствующая информация, о чем доводилась на брифинге в Министерстве обороны Российской Федерации. В этом случае Международная организация гражданской авиации требует немедленно связаться с экипажами воздушных судов на аварийной частоте и передать прямое предупреждение о чрезвычайной ситуации. Этого сделано не было. Комиссия по расследованию должна выяснить, зафиксировали ли вооруженные силы Украины активность «чужих» радиолокационных станций в зоне полета рейса MH-017 и пытались ли они в этой связи выдать необходимые предупреждения экипажа самолета. Готовность экипажа к возникновению чрезвычайной ситуации в этом случае помогла бы снизить тяжелые последствия авиационного происшествия. Также расследование может помочь запись переговоров военных пилотов с диспетчерами между собой. Кроме того, эксперты недоумевают, почему до сих пор не опубликован радиообмен с самолетами авиакомпании «Сингапурские авиалинии» и «Эр-Индия», которые пролетали недалеко от места катастрофы. И еще один вопрос, нормально ли работала в районе падения Боинга система спутниковой навигации? Ранее Росавиация получала от экипажей российских воздушных судов информацию о сбоях в рабоне спутниковой системы навигации GPS при полетах над территорией Украины. Необходимо, чтобы власти Украины представили сведения о том, использовались ли в тот день происшествия средства постановки помех для работы GPS. Принимая во внимание, что в этот момент в том же районе находились другие самолеты, необходимо срочно получить от их экипажей замечание о работе бортового и наземного навигационного оборудования. Это может объяснять причину отклонения экипажа малазийского воздушного судна севернее от линии, которая задавалась планом полета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok